Привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Я уже рассказывала ребят, что я позавчера ездила с мужем в Гродно. Это была просто поездка. Это была поездка, чтобы вспомнить места моей и мужа, конечно же, молодости. Время, когда я ещё училась. И мы всё время откладывали, откладывали. Если вы представляете, в Гродно мы с мужем не были около 30 лет. Ну и если в Минск бывает нужно где-то по каким-то делам, то в Гродно нам особо и не нужно было ехать. И просто так, чтобы вот взять и поехать, как-то, не знаю, у нас всё не получалось. И тут всё же муж говорит, всё, мы едем. И вы знаете, я настолько была под впечатлением, когда мы гуляли в Гродно по улицам, где я когда-то, будучи студенткой, гуляла с подружками. И этот город, я вам скажу более. По-особенному дорог не только мне, но и моему мужу, так как он приезжал ко мне. И ему давали увольнительные, ему давали отпуск, когда он служил в армии. В армии он служил в Барановичах и приезжал ко мне в Гродно. Вы видите сейчас улицу Советская. По этой улице я гуляла с подружками по вечерам. Особенно красиво вечером на Советской. Конечно же, улица стала немножечко уже другой. Нет тех кафешек, в которые мы заходили, чтобы поесть вкусной, можно даже сказать, как домашней еды. Нет той любимой чебуречной, где продавали вкусные чебуреки, драники, где можно было покушать недорого и вкусно. И вы знаете, что в студенческие годы всегда экономишь на чем-то, чтобы можно было купить себе какую-то красивую модную одежду, ну или косметику. Ну, я думаю, что те, кто моего возраста, прекрасно меня понимают, как мы жили раньше. И я училась на бюджете, я училась не платно, но всё же родители меня полностью финансировали и обеспечивали, скажем так, и продуктами, и деньгами. Дальше, после того, как мы прогулялись по Советской, мы ещё решили прогуляться и посмотреть достопримечательности рядом. Вы знаете, я помню эти места, но, как мне показалось, конечно же, что всё же прошло почти 30 лет, город стал краше. Он намного красивее стал, чем был когда-то. Но эти знакомые места, знакомые улицы, и, знаете, внутри вот просто что-то трепетало. Ещё, вы знаете, нам было интересно прогуляться по тем местам, по тем улицам, где я жила. А вот и знаменитый драмтеатр, который очень часто показывают по телевизору на заставке, когда говорят прогноз погоды. Вообще, ребят, настолько красивый город, что мы с мужем решили, что мы сюда будем ездить чаще. Вы знаете, как оказалось, это совсем недалеко. И Минск немного дальше, но почему-то в Минск мы ездим часто. А вот в Гродно что-то мы вот так вот и не могли выбраться. И когда уже гуляли по Гродно, муж говорит, ну вот чего мы сюда не приезжали? Почему Брест, Минск, Барановичи, другие города? Почему не Гродно? И действительно, почему не Гродно? Машину мы оставили, ну так прилично, скажу, что далеко от Советской. И ходили, гуляли пешком. Погода была достаточно тёплая. И сначала вроде как немного тучки были, потом уже появилось солнышко. Но правда, когда уже мы ехали домой, мы попали под дождь. Но это было уже совсем неважно, потому что мы уже возвращались домой. Домой мы возвращались поздно. Уже было очень темно. И мы приехали домой где-то около 11 часов. Ну и мы спустились к речке, да. В Гродно протекает река Неман, Неман. Ну, кто как называет, я всегда говорила река Неман. И на соседнем берегу там есть дома. Да, я думала их уже нет. Но нет, дома есть. И в одном из домов на другом берегу я тоже жила. Там мы жили вчетвером. И мне было тоже очень интересно всё это посмотреть. Ну, а дальше мы уже вернулись к машине. Правда, долго мы гуляли по центру. Получается, что мы гуляли, ну, конечно же, с остановочками. Где-то мы сидели, где-то мы ходили. И мы, наверное, прогуляли около двух часов. Ну, и дальше мы поехали в торговый центр. Это один из самых больших, по-моему, в Гродно торговых центров. Мы там долго не задержались. Мы выпили по чашечке кофе. Немного перекусили. Хоть с собой мы и брали с мужем бутерброды. Но всё же это целый день мы отсутствовали дома. И поэтому тут, как ни крути, обязательно нужно либо уж пообедать, либо уж поужинать. И у нас это получилось, что это был между обедом и ужином. И то я бы сказала, что это такой мелкий перекус. Ну, и дальше я вам покажу торговый центр. Собственно, ничего необычного, как и везде в тех же европейских торговых центрах и также в российских торговых центрах. Все те же бутики, все те же магазины. Ну, у нас тут добавляются ещё наши белорусские магазины. Вот, допустим, Риловис. Это косметика белорусская. Мы называем Рилуи. И также очень много магазинов, которые есть в России и, собственно, в Европе. Так что у нас в Белоруссии тоже всё это есть. Огромнейшие торговые центры, куча бутиков. Ну, конечно же, я не смогла пройти мимо, чтобы в парочку не зайти и что-нибудь себе не прикупить. Но у меня это всегда очередная сумка. Также я купила себе классную футболку и толстовку. И дальше мы с мужем решили поехать и вспомнить, где я жила. То есть те дворы, те дома, где я жила, когда училась в Гродно. Вы знаете, я даже, если честно, забыла адреса, по которым я жила. Я только помнила улицу, номер дома я не помнила. И поэтому мы с мужем ходили и вспоминали. Вы знаете, он, оказывается, помнит больше, чем я. Ну, а дальше, ребят, мы отправились в кафе. В наше кафе, наше с мужем кафе, в котором мы не были около 30 лет. Возможно, даже и больше. Раньше это кафе называлось «От подшинок» по-белорусски. Сейчас оно называется «Палуба». Мы сначала прошли мимо, а потом муж говорит, давайте зайдём в кафе. Давай выпьем по чашечке кофе, посмотрим, как там сейчас внутри. Всё то же самое или всё совсем по-другому. Ну, потому что внешне как-то немножечко отличалось. Ну, во-первых, название другое. И вы знаете, когда мы зашли в кафе, мы даже не заметили, как прошло время. Потому что это было столько каких-то таких воспоминаний. Я не знаю, мы просто вот погрузились в воспоминания того времени, когда я была ещё совсем девчонка. И это было очень такое, знаете, интересное время, студенческое время. Ну, и особенно когда для мужа и меня это общее воспоминание, потому что он ко мне приезжал. И мы засиделись, и уже выходили практически на улице, было уже темно. Мы решили, что мы проедем, прокатимся по ночному городу и уже будем отправляться домой. Я совсем немножко кадров вам сняла, но гуляли мы в Гродно целый день. Приехали мы где-то около 11, по-моему, часов, и уехали было уже 9 часов примерно времени. Да, вот по такой темноте мы уже ехали. Ну, просто это телефон у меня так снимал. Куча впечатлений, куча воспоминаний. И мы решили, что мы будем возвращаться вновь и вновь в этот замечательный город, в котором есть что вспомнить. Доброе, светлое и прекрасное мгновение нашей молодости. Хотя, когда я говорю про молодость, муж на меня смотрит, говорит, а мы что, с тобой уже старые? И мы вместе смеемся. В общем, вот такое получилось у меня видео. Надеюсь, оно вам понравилось, и вы не пожалеете для меня лайк. Ну, и буду заканчивать. Наконец-таки я его смонтировала и, наконец-таки, смогла поделиться с вами. Буду заканчивать 7 прекрасных выходных позитивных эмоций мирного неба над головой. Обнимаю вас, мои хорошие. Всем пока-пока.